Исполнилось 6 лет со дня основания пограничной заставы Глыботская. С первого выхода пограничного наряда задержано более сотни нарушителей границы. Пресечены попытки незаконного перемещения товаров. Сегодня застава оборудована по последнему слову техники, которая постоянно совершенствуется. В этом убедилась наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Первый пограничный наряд заставы Глыботская заступил на охрану государственной границы 1 августа 2014 года. Сегодня здесь установлен стационарный пост технического наблюдения «Расказ», который оснащен тепловизором и радиолокационной станцией. Все технические средства объединяет автоматизированная система, которая и обеспечивает контроль за развитием ситуации на границе. На сегодняшний день пограничная застава обеспечена всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы. Также проводится комплекс мероприятий по инженерному оборудованию участков государственной границы. На сегодняшний день проведен очень большой объем работ, в том числе и военнослужащими пограничной группы. На пограничной заставе Глыботская служат солдаты-срочники и контрактники. Они регулярно тренируются в учебном городке. На этой площадке можно проходить полосу препятствий и изучать следы нарушителей. Итог такой практики – хорошие показатели. Только за последний месяц военнослужащие пресекли две попытки пересечь границу в обход пункта пропуска. Всего за последние шесть лет пограничники задержали более сотни нарушителей и неоднократно пресекали попытки незаконного перемещения товаров. В этом пограничникам помогают и служебные собаки. Собаки нужны в первую очередь для того, чтобы преследовать нарушителя. Ну, так в основном как бы поиски предметов на местности, в помещениях. Ну, в основном собаки берут на себя всю розыскную службу. На нашей заставе четыре собаки. Из них две розыскные, одна щенок еще маленькая и одна сторожевая собака. Никакой прибор не заменит именно нюх служебной собаки. Потому что природные навыки намного лучше, чем какие-то приборы машины. Машина может выйти из строя в любое время, собака никогда не подведет. Тренировки собак планируются и корректируются в течение месяца. Кинологи берегут своих воспитанников. Например, в жару стараются не нагружать их работой, а проводят вечерние или ночные тренировки. Этот костюм весит примерно 20 килограмм. В нем очень жарко, но именно в такой защитной одежде и тренируют пограничных собак. В работе служебный пес всегда рядом со своим кинологом. Подбирают пару тщательно. Четвероногие пограничники человек должны подходить друг к другу по характеру и темпераменту. Хорошей проверкой для такой пары становятся соревнования. Начальник службы собак пограничной заставы Глуботская Виктор Иванов вместе с Ульритой работает уже почти четыре года. На пограничных заставах чаще всего используются бельгийская и немецкая овчарка или метисы этих пород. На службу пес может поступить не раньше 8 месяцев. Все зависит от его подготовки. Одна собака будет готова работать в 10 месяцев, а другая не раньше года. Немецкая овчарка Хоста только недавно начала нести службу. Приехала она сюда в три месяца и уже год работает с кинологом Владиславом Зубовским. По темпераменту она у меня очень игривая, веселая собака. Как-то мы с ней совладали уже, нашли общий язык. Недавно ее перевели со Стреевой на разыскную собаку. Но пока у нас содержаний с ней, к сожалению, не было. Но я думаю, в будущем будут и неоднократные. Тренировкам подается она легко. Мы нашли с ней общий язык сразу же. Но главное, могу сказать, что любовь к собаке, желание и терпение. Самое главное к собаке – это терпение. Когда она игривая, тут главное терпеть и пережидать. Вот есть некоторых моментов неудачи. Все равно нужно терпеть и терпеть. А через один, через два раза все получится у собаки и у кинолога. И будет сложно расставаться с ней. Скоро уже дембель, поэтому сложно будет уходить. Это самый будет сложный день, это как раз-таки последний. Будет сложно. Ей будет плохо, ей как раз-таки умею. Кинологи с собаками патрулируют окрестности. А потому пересечь рубеж и остаться незамеченным не удастся никому. Служебные собаки способны учуять след нарушителя в течение нескольких часов. Обмануть их сложно. Человек может ходить кругами, но пес выберет самый свежий след и приведет кинолога прямо к нарушителю. Вероника Гомзюкова, Александр Харлампов. Специально для программы Де Факта.